Здравствуйте! Это проект Смотри Хабаровск в студии Олеси Куприна. Что значит духовное образование? Сегодня раскроем это понятие с настоятелем храма Благодатное Небо Иереем Георгием Ибрагимовым, руководителем отдела образования Хабаровской епархии. Здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, сегодня очень много уже ведется разговоров о том, что необходимо духовное образование. А что это значит? Мы разделяем на несколько этапов. Если возьмем советское образование, у нас есть начальное образование, мы берем дошкольное образование, специализированное образование и высшее образование. Также духовное образование тоже имеет некую специфику деления. Мы берем воскресные школы, мы берем уровень семинария, берем академии, аспирантуры. Но также мы выходим с знанием о духовных ценностях в советской аудитории. Мы приходим в школы, мы приходим в детские сады, у нас есть программы разработанные. Они работают на основе закона в образовании, то есть они утверждены 27 статьей. Мы также выходим с инициативами, предложениями, взаимодействием. Ну, например, надо, допустим, взаимодействовать экскурсии в храм. То есть мы можем рассказать о формировании, допустим, храмового пространства. Также уроки, которые у нас являются общевязательными во всех общеобразовательных школах России, это уроки «Основы религиозной культуры и светской этики». Они предполагают несколько модулей. Вот один из этих модулей – это «Основы православной культуры». Вот на этих уроках мы с детьми говорим о истории, литературе, о ценностях христианства православного, что для нас является ценным. А как реагируют светские люди на это? Да. То есть я знаю, что еще когда несколько назад появилась информация о том, что в общеобразовательных школах будут уроки по слову Божьему, да, очень многие, во всяком случае, в интернете реагировали довольно там негативно, резко. Да. Как сейчас? Мы сами лично участвуем в собраниях, где этот модуль, он является выборным. Его убирают родители. В третьем классе на родительском собрании родители решают изучать какой-либо модуль. Но презентацию делает это учитель, конечно, классный руководитель. Приглашается из специалиста, есть необходимость с религиозной организации. Мы представляем этот модуль. Конечно, все зависит от разных сторон. И от родителей зависит, зависит и от учителя, от зауча, от директора школы, от его позиции. Но когда приглашают нас, мы, конечно, раскрываем свой предмет. Мы говорим, что мы ребенку рассказываем о добре, которое укоренено именно в христианском понимании, о литературе нашей, о нашей истории, об искусстве, который у нас есть, наша архитектура, которая присутствует у нас. Ну, даже если город Хабаровск за это лицо, мы видим, что у нас ярким примером является эта храма и архитектура. То есть мы видим, как он красив, да, город Хабаровск, выделяется, потому что благодаря храмам. И, кстати, до революции тоже, когда были другие храмы, да, другая была архитектура, но также архитектура храма была доминантной. То есть это тоже историческая данность, которая нам была дана. И правильно ли я понимаю, что главным посылом таких уроков является не то, чтобы вовлечение в православие, но именно образование, чтобы люди понимали, что у нас есть в России, историческая ценность? Да, конечно, потому что, скажем, воскресная школа при храме ставит свою задачу человека привести к Богу. Это посты, молитвы. А в светском учреждении мы этого не делаем, наша цель и задача не является. Курс является культурологическим. То есть мы даем знания об истории, литературе, искусстве и ценностях христианства как раз через призму знаний. То есть мы даем ребенку эту возможность. Этот предмет может изучать не только православный человек. Это может изучать у нас и мигранты, которые приезжают к нам, да, то есть которые исповедут другую веру люди, даже живущие у нас здесь. Потому что приезжая к нам и узнавая нашу веру, нашу культуру, наши ценности, эти люди начинают нас понимать, и мы были бы даже рады, если бы они это знали. И люди, которые глубоко понимают основы своей веры, скажем, то есть тоже Средней Азии, они своим детям рекомендуют даже изучать православную культуру. Потому что говорят, мы свою веру детям объясним дома. Они должны знать, где и в какой среде они живут. У нас такие случаи были. Когда я приехал из Азербайджана, папа сказал, говорит, я своей вере научу дома. Пускай ребенок знает, в какую страну приехал, какие ценности у нее есть. И я думаю, это должны знать все люди, культурные, образованные, эрудированные. Я правильно понимаю, что сейчас тяга к духовному возросла, особенно с началом как раз спецоференции? Конечно, конечно. Дело в том, что любой трудный период времени всегда требует очень серьезных ответов. Если мы возьмем нашего философа Ильина, он говорил так, что градус нравственный во время войны очень сильно возрастает. И у человека напрягаются внутренние нравственные силы. И если он не получает ответы на эти нравственные силы, он может надорваться. Потому что идет очень серьезный выбор внутренний. Человек выбирает между добром и злом, несением воинского служения. То есть если человек не имеет внутреннего стержня, тогда, к сожалению, он может поломаться. Или принять не ту сторону, которая нужна. И как раз Бог, придя на землю, как раз дал внутренние ориентиры, стержень, на который можно опираться. Вот, кстати, верующим людям в этом отношении всегда было легче, потому что у нас есть этот фундамент. У человека светского может его и не быть. Или фундамент может пошатнуться. Поэтому, конечно, мы выбираем именно это. Вот еще до начала всех событий я являюсь прихожанкой. Я очень часто слышала в церкви, когда говорят, что есть выбор, когда человек выбирает как раз между добром и злом. И есть, когда у человека не то, чтобы нет выбора, но, например, нас всех учат, что не убей. Но, тем не менее, человек идет на войну, и он может с этим столкнуться. Да. Дело в том, что если взять контекст Священного Писания, если мы возьмем, развернем его, так скажем, в богословском, или объяснение его библейском, мы увидим очень интересный момент. Люди этого не замечают. То есть зачастую мы берем из контекста, вот если мы возьмем христианское понимание, вот Господа Иисуса Христа, мы увидим, что первое, что Он сделал, когда вышел на проповедь, Он не сказал о любви. Он сделал веревку и из храма выгнал силой людей, которые совершали там преступления. Да, там стояли некие пункты обменники, валюты, то есть, да, и люди на этом просто зарабатывали деньги. И перед тем, как Его распяли, буквально за несколько дней до распятия, Он сделал то же самое. То есть последнее общественное деяние Господа Иисуса Христа, и последнее, это было применение силы. И вот если взять в контексте этого, да, и Господь не сказал не только не убей, Он сказал еще, нет той больше любви, кто отдал свою жизнь из друзей своих. А воин делает как раз самое главное, то есть он защищает свою родину, значит, папу, маму, жену, детей. Это человек-герой, понимаете, это человек, который отдает свою жизнь, он мог бы, может, жить спокойно здесь, правда, даже проводить какие-то... И вот я сейчас задаю вопрос прихожанам, говорю, скажите, пожалуйста, что сделал юноша, который отдал свою жизнь 18 лет на фронте? У него нету семьи, то есть он не посадил дерево, не построил дом. Я говорю, он сделал самое главное. То есть все остальное, если он сделал это, то есть он уже отдал свою жизнь за близких своих, выше этого подвига нет вообще для мужчины. Поэтому, конечно, здесь надо рассматривать в контексте всего. То есть мы... Чем отличается убийство, защита Родины? Убийство – это вероломное преступление, да, против нравственности, против доброты. А как раз наши воины, они защищают нравственность и добро, то есть они стоят на страже добра. И вот, конечно, это большая очень разница. Это воинский долг, и выше его нет. Как вот материнство для женщины, таковоинские призывания для мужчины. Вот именно в советском понимании, конечно. А вот очень много негатива как раз в том же интернете, опять я постоянно к нему обращаюсь, да, они могут заявлять о том, что люди могут заявлять о том, что вот таким образом вы ведете как будто бы пропаганду того, что вот иди и воюй. Вот потому что, да, вы объясняете вот с точки зрения и культуры, и религии, как это происходит. Дело в том, что люди, которые это говорят, они опять же смотрят на историю спорадически, то есть они случайно, фрагментарно выбирают какие-то сюжеты, которые им нужны. Они никогда не разворачивают историю России в том, знаете, историческом контексте, который мы увидели. Вот есть такая статистика, что за последние 500 лет... То есть поверхностно. Абсолютно поверхностно, да. Это взгляд неглубокий и зачастую, знаете, немного такой эмоционально подогреваемый. Вот если мы с вами возьмем историю России за последние 500 лет. Россия подвергалась нападениям за 500 лет, 325 лет, около 350 лет. То есть на нас постоянно кто-то нападает, постоянно разрушаются наши города, постоянно пытается кто-то к нам вероломно ворваться в нашу страну. И когда мы говорим о сегодняшней ситуации, мы должны понимать, что это сейчас идет очередная защита наших интересов определенных. То есть мы опять защищаем свои ценности. Очередной исторический цикл. Конечно, конечно. То есть это еще раз, еще раз подтверждает современную ситуацию. Ну, даже яркий пример, я хочу сказать о грустном, но вы же сами решите, как оставить в передаче, не оставить. Вот взять остров Сахалин. Вот в прошлом году я был на Сахалине. В 2013 году зашел человек с ружьем и расстрелял прихожан в Южно-Сахалинске. Ну, понятно, его арестовали, дали ему. То есть применили к ним правоохранительные органы, какие-то нормы, которые должны были это сделать. И вот буквально год назад его друга как раз на Украине из Узовстали его вывели. То есть с одной идеологией это были люди, которые в Южно-Сахалинске действовали и которые сейчас в Мариуполе находились в Узовстале. То есть это одна и та же идеология. И для нас является это не случайным моментом. То есть мы это все видим, у нас в глазах происходит. А под этим залом у меня уязычество, то есть поклонение языческим богам. Там это исповедовалось, здесь это исповедовалось, и всегда за этим стоит кровь. И, конечно, когда наши воины уходят, остановить это зло, и в Южно-Сахалинске в том числе, и в Мариуполе, для меня эти вещи закономерные. Мне это случайно рассказали, как раз священники из Южно-Сахалинска, которые там живут, которые за это все это переживают. Поэтому для нас это вещь однозначная. Понятно, что само явление, война, как явление историческое, вообще в контексте истории человечества, это зло. Потому что мы понимаем, что это неестественно для человека, враждовать с кем-либо. Но это зло уже нам дано как данность, мы рождаемся в нем. При этом мы стараемся оградить его, чтобы не породилось, то есть превентивные меры какие-то применяем. Ни в коем случае нет. Замечательная песня «Хотят ли русские войны?» Вот ответ на наш вопрос. Русские не хотят никогда воевать. Мы хотим жить мирно, мы всех любить. У нас 190 народов проживает в России, мы всегда жили дружно, друг друга любили. Неужели кого-то мы будем называть? С разным вероисповеданием. Абсолютно верно, да. И вообще мы говорим, что Киев в исторических летописах называется «Матерью городов русских». Неужели мы можем об этом говорить? Мы это помним, мы это знаем, мы не меняем эти понимания. Поэтому, конечно, для нас это серьезный вопрос. А вот говоря об образовании, если человек хочет разобраться в ситуации вообще, что происходит, чтобы вот как-то быть в контексте происходящего, он должен не только ведь почитать действительно важных историков, их книги, но и обратиться, наверное, к священным писаниям, потому что это ведь тоже своего рода история. Да, дело в том, что я думаю, те политики, которые не берут контекст духовный, они всегда ошибаются, потому что любой аналитик, он всегда должен знать максимум количества информации. То есть, если какой-то он сегмент информации упускает, то он фактически погрешает, наверное, в своем аналитическом прогнозе. И я думаю, что также здесь, наверное, если мы упускаем одну из важных моментов этой духовности любого народа, неважно, куда мы входим, возьмем Дагестан наш, допустим, Чечню, или нашу Бурятию, возьмем русскую землю, вот уже Украину, если мы исключим духовность, мы сразу полностью будем делать неправильные выводы. Именно поэтому говорят, что сейчас идет духовно-нравственная война, в первую очередь. Конечно, в первую очередь, да. Потому что сейчас подменяется смысл. Сейчас такое очень опасное время настало. Почему именно? Сейчас вот Патриарх, вот буквально в Москве выступил несколько дней назад, мы были на этом выступлении, он сказал, что Россия сейчас является единственным островом свободы в мире. Единственной. Такой страны в мире нет. Где мы можем говорить о вере свободно, где мы можем рассуждать об этом, критиковать, ну, конструктивность, это возможно. Такого в мире нет нигде вообще. То есть мы сейчас являемся тем островом свободы, который транслирует это. И поэтому, конечно, кому-то нравится, кому-то не нравится это. И сейчас само понятие человека исчезает. Вообще страшно. Не просто нравственности папа и мама. Вообще сейчас появились понятия человека как биологического существа. Это есть идеи трансгуманизма такие, которые пропадуются на современном Западе. То есть человек перестает вообще быть единицей человеческой. Сейчас появились 14 единиц, вот как мы говорим, там пол. И это, конечно, страшно становится. Поэтому Россия – это единственный стран в мире, который об этом открыто говорит, она выступает. И для нас это все предельно ясно, открыто и прозрачно, что мы стоим на стороне как раз защиты человечности вообще в мире. Вот, кстати, если обратиться к опыту мира, мы можем наблюдать, что в той же США, в том же США, в той же Мексике, в других странах, там очень много школ, где есть религиозное образование. И люди очень охотно отдают туда детей. И никто это не критикует. Вот, тем не менее, в России до сих пор, да, в умах каких-то людей, да, я не знаю статистику, да, но есть такое, что, это я что, в секту какую-то ребенка отдам? Да, вы знаете, меня все время что поразило, я не мог понять, почему на Западе, ну, для себя я не мог определить, почему больницы называются в честь имен святых. Ну, допустим, там, Святого Франциска, допустим, больницы, или Святой Анны. А оказывается, что это частные больницы, которые организуют частное лицо, и оно его называет, посвящает какому-то святому. Допустим, на Западе, это естественно, это религиозные уроки, которые у нас появились. На самом деле, это калька, которую мы предложили, там, в 90-е годы, взяв ее тоже, скажем, с Австрии, допустим, да, там, с европейских стран, где эти уроки есть, и они включены в общую образовательную программу, то есть их изучают. До революции тоже такие моменты были. И мы пошли по этому же пути, что многофинансиональное государство, то есть мы уже перешли от светскости, да, именно от советского периода, что мы можем рассуждать уже о духовности, там, в рамках ценности, которые у нас есть в обществе. Вот. И мы начали применять его в нашей стране. Получилось, не получилось, это уже разные, там, другие вопросы. Уже специалисты об этом рассуждают, спорят. И вот, конечно, я думаю, что это нормальное явление, потому что, вот, мы часто говорим, есть такой у нас предмет основной богословием. Нет ни одной страны мира вообще, вот в истории человечества ни одной, в которой мы не верим. Предмет богословия где? Основной, он так называется, основной богословий, в семинарии, в духовном семинарии, да, вот мы рассуждаем о влиянии Бога на мир. И вот нет ни одного народа, вот в истории человечества, который был бы неверующим. Нет таких. То есть все народы во что-то верят. А раз все народы верят, то есть это закономерность, которая присуща человеку, то есть вера это вообще одно из качественных человеческих. Поэтому это называть не надо, я думаю, нельзя его исключать. А если, тем более, мы в тысячелетие традиции у нас православная культура, мы тем более должны ее изучать и знать. И вот я знаю, что в Хабаровске есть пока что одна единственная школа для... Ее изначально строили для приходских детей, да, там детей-прихожан. Но сейчас появился большой спрос на такое образование. Расскажите подробнее. Да, у нас была сделана попытка создать именно школу с духовно-радостным компонентом в основе. Это в каком году началось? Это конец 90-х, начало 2000-х годов. Эта идея появилась на Урале, в Екатеринбурге. Создание... Собрали специалисты, педагоги, люди-предприниматели, которые разработали программу русской классической школы. Основу русской педагогики, вот специалисты знают, был педагог Ушинский, 19-го века. Кстати, он был и идеологом в создании воскресных школ тоже в России. Он и в советской педагогике трудился. Вся его педагогия строилась как раз на нравственность, духовность и воспитание ребенка. И она вошла в советские учебники первого периода. Позднее она уже пришла, трансформировалась. И вот сейчас решили эту идею поднять и создать новые учебники. И вот появилась идея создания русской классической школы. Вот что мы сейчас с вами имеем. Вот одна из, скажем так, филигалов, наверное, или идеи, в городе Хабаровске она действует, у нас есть, около ЖД вокзала. А где она? Она находится на территории Храма Рождества Христова, около ЖД вокзала. То есть недалеко от нашей студии? Да, недалеко, да. Недалеко здесь находится. Вы можете пригласить, да, вот, коллег, прийти, посмотреть, поговорить с детьми, с учебным процессом, посмотреть. Но, конечно, пока сейчас пространство, школа ограничена, там с первой по четвертой, сейчас пятый класс, там немножко делают. Но школа растет. Сколько сейчас туда ходят ребят? Около ста детей. Около ста детей. И спрос есть? Да, конечно. Потому что дети находятся из православных семей или уже православно ориентированы. Очень удобно, храм находится рядом, все друг друга знают. То есть такое, даже вот, такое домашнее обучение школа получилась. Я знаю, также, вот, мне подсказали, да, что появилось немало семей, которые не являются воцерковленными, но, тем не менее, они хотят, чтобы их дети посещали именно такую школу. Конечно, да. Родители всегда, понимая, вызовы современности, да, для ребенка. Хотят оградить его. от некоторых таких вызовов, таких рисков определенных. И, конечно, они вот дают ребенок сюда. Но мы не новаторы. Вот, на Дальнем Востоке опередил Владивосток. У них какая-то школа уже там с начала 2000-х годов действует. У них есть гимназия Кирилла Мефодия. Тоже замечательная школа. Какое название прекрасное. Очень красиво. Для образования. Да, там вот, мы туда приезжали, делились опытом, смотрели, как вот они трудятся. Детки очень интересные. Причем, также было особое критерие отбора детей было туда. И так же люди светские некоторые давали. Но им говорили, будьте внимательны. То есть, у нас школа такая, у нас предполагает молитвы, предполагает посты. Но мы сейчас видим, что даже школы из светских среды вышли. Уже священники, вот я знаю лично, сечественные служители, которые выходили. То есть, они решили всю жизнь Богу посвятить, стать в свое служение. Но не все, конечно. Кто-то вот ехал сейчас в Москве, научится, кто-то балетом занимается, кто-то в МФТИ учится. Ну, то есть, или в Баманке, по-моему. Ну, то есть, каждый пошел суэстюзиом. Вот кто-то выбрал с путь священника. А что значит понятие воскресная школа? Кто туда ходит? Да, воскресная школа, это школа при храме для детей. Вот когда ребенок на выходные приходит на богослужение, ему даются знания о Боге. Ну, они даются, конечно, в такой легкой форме, чтобы ребенку было это удобно. Сейчас мы тоже думаем, насколько уместно было бы ребенка за парту садить, да, потому что все равно он досадил всю недельку в школе, еще в храме. ну, разные бывают формы выезда, паломнические поездки, или какой-то материал, или какие-то, может быть, спектакли. То есть, такое больше как развлечение, да? Да, там, конечно, через интерактив, потому что все-таки современные дети, современные дети. То есть, они и так уже остаются информацией. Вот каждая школа свой путь сама выбирает. Мы смотрим, конечно, советуем какие-то вот учебники. Есть разные мнения. Некоторые, вот считают специалисты, что можно с маленького до последнего класса. Другие говорят, что 2-3 года и достаточно ребенку, чтобы ему выйти. Здесь уже так, уже каждая школа, регион выбирает уже свой путь определенный. Что делать взрослому человеку, если у него есть тяга вот к такого рода знаниям? Вот даже я являюсь прихожанкой храма, мне знаний не хватает. Я бы вот с удовольствием куда-то походила. Курсы какие-то или что-то. Да, у нас есть в Прихобарском хроносеминарии, вечерние курсы. Можно записаться, пройти. Любому человеку? Любому, да. Даже некрещеному? Даже некрещеному. Я знаю, даже к нам приходят люди и неправославные. То есть есть, вот я видел тех людей, которые приходили, они говорят, мы хотим узнать побольше о Боге, но вот у нас нет такой возможности, допустим, в своей религиозной конфессии вот мы хотим пойти к вам. Я такого человека знаю. Любой человек... И вы не против? Да, конечно. Почему бы нет? Если человек приходит, я думаю, человек, поучившийся в семинаре, никогда не будет пренебрежительно относиться к своему собеседнику или к человеку верующему. И это всегда было нормально. Мы знаем, кстати, у нас знаменитого нашего собирателя русского языка Даля, вот у папы было, у его отца было три образования. Одно из них было духовное. Вот, то есть у него было три высших образования, да, вот одно он получил. Раньше вообще это было таким довольно уместным. Да, уместным, да. То есть человек мог получить духовное образование, он как-то относился к этому совершенно по-другому, то есть расширялся кругозор. Но все-таки, конечно, мы больше ориентированы именно на православного слушателя. Также при храмах некоторых у нас в городе Хабаровске есть воскресная школа так называемая для взрослых. Это та же самая вечерняя школа, там может быть раз в неделю я одной школке их веду. Сегодня, кстати, у меня будут занятия, не буду проводить. Для всех желающих вечером после работы можно прийти и поговорить. Можно в любой из дней Мы выбираем какой-то конкретный день. В любой, присоединиться можно в любой день. То есть мы разбираем... То есть не с 1 сентября. Да, вот у нас, допустим, я знаю, батюшка вот в Успенском соборе ведет. Я продолжаю в Спасопреброшенском соборе проводить вечером. Любой человек по любому вопросу, и причем, ну, по крайней мере, я стараюсь делать, скажем, такой плавающий именно режим преподавания. Для чего? Потому что, чтобы любую беседу могли спокойно перевести в другой русский. Скажем, поговорить и о нравственности, и о богословии. Ну, конечно, основа у нас Евангелия, но также переключаемся какие-то другие тексты, там, может быть, вопросы насущные для церковной деятельности. А чтобы человеку было интересно вот именно вокруг вопросов этот выяснить. Другие сеченники более системно берут. Они берут системно изучение сечения Писания, по годам это изучают. В принципе, вот выбирать, вот есть более в Хабаровском духовном семинаре тематические выбирают, слушатели, да, все выбирают. Хочу Новый Завет изучать. Вот все. Они выбирают курс Нового Завета или, допустим, там, хочу историю церкви изучать, а не изучают историю церкви. Поэтому вот здесь уже на выбор у нас есть для взрослых. Это образование бесплатное? Да, это образование. Курсы, конечно, при семинаре, так как они были профессиональные, то есть они требуют профессиональной подготовки, они уже у нас идут за пожертвования. А вот при храмах, конечно, абсолютно бесплатно, да, приходите, занимайтесь. То есть вопросов даже не возникнет. Как обстоят дела с выпуском батюшек новых? Вообще, как это происходит? Да, вопрос такой, знаете, для... Я знаю, что их не хватает. Да. Для того, что храмы у нас появляются, необходимости есть. Вот я как сеченникам Честа скажу, колоссальная потребность общества и как раз вот именно в духовном кормлении как бы странно не казалось. Хотя вот у нас край такой молодой, очень развивается, то есть где-то у нас, может быть, непонимание может возникать, там с людьми какие-то трудности, но все равно нет, нет. Этот же человек, который непонимание возникает, он приходит к нам. Конечно, мы желаем увидеть людей молодых, горящих или с томным взглядом, но сердцем горящих приходить, мы приглашаем приходить к нам в семинарию, поступать, тоже обращаемся с этим. Но здесь, конечно, призвание должно быть. Здесь человек должен чувствовать, что он хочет выйти в эту среду, потому что все-таки путь священника – это путь жертвенный. То есть ты должен в своей жизни, например, что-то казаться, чтобы приобрести. Но здесь уже каждый выбирает свой путь. А как вы принимаете? То есть вот если вдруг появился человек, у которого просто вот есть, например, медицинское образование или какое-нибудь образование инженера, и он решил вот просто для себя, для развития своей души, чтобы в семье был лад, пойти еще получить духовное образование, но при этом не становиться батюшкой. Вот как здесь? Да, у нас есть три формы образования. Есть очная, есть заочная, есть дистанционная. То есть он приходит к нам в семинарию, ему рассказывают о том, какие есть программы, он выбирает, допустим, у него удобно заниматься по этой программе, подает документы, сдает экзамен, и у нас обучается. Я правильно понимаю, что вот в семинарии обучаются именно мужчины? Да. Дело в том, что именно в нашей семинарии, да, потому что другие семинарии предполагают и женское обучение, потому что в нашей семинарии нет отделений иконописного и оригинского отделения. Но у нас есть дополнительные, вот как раз вечерние занятия для тех, кто хочет заниматься церковным хором. Это в основном 90% у нас как раз девушки, женщины, кто живет. А иконопись? А у нас такого нету, к сожалению. Да, но у нас это вот... Но хотелось бы. Я бы с удовольствием записалась. У нас есть несколько как раз иконописцев в городе Хабаровске, которые как раз пишут иконы. Ну вот, может быть, и попросить, если там отдельно. Но они-то очень строгие, могут сказать, что вот надо вот от сих до сих посещать. Ну, вообще, конечно, центральная Россия, потому что здесь нужна именно традиция посещения этого момента. Но, к сожалению, в Хабаровске нету. Но я знаю, что у нас при женском монастыре, вот у нас пишут иконы. Понятно, что сложновато будет добираться, допустим, дописать. Ну, это уже, наверное, надо лично, может быть, договариваться, спросить, спрашивать. Ну, это очень трудоемкий процесс. Здесь надо очень много знать. Ну, там, и искусствовед должен еще быть, может быть, художник какой-то. Ну, поэтому надо искать. Батюшка, спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Конечно же, вопросов еще осталось очень много. И, кстати, наши дорогие зрители могут вопросы задавать в соцсети, а где увидят ссылку на это видео. И мы наберем эти вопросы и снова пригласим вас. Все. И вы наверняка ответите на все интересующие вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо за вас. У нас в гостях был Ирей Георгий Ибрагимов, настоятель храма «Благодатное небо», руководитель отдела образования Хабаровской епархии. А это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровсктв.ру. Я, Алисия Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алисия Куприна, прощаюсь 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 субтитров А.Егорова